К нам присоединяется Федор Тертицкий, кореевед, электор университета Карио. Здравствуйте. 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 Ну, давайте поговорим о поддержке, да, какую позицию на сегодня занимает Сеул относительно дальнейшей поддержки Украины и насколько сильно может влиять на нее будущая позиция новой администрации США и Дональда Трампа. Смотрите, на сегодняшний день, насколько мне известно, Сеул поставляет военный предмет первой необходимости и прочие нелетальные поставки осуществляет Украине. Плюс есть еще такая схема, когда, допустим, Соединенные Штаты поставляют Украине боеприпасы. Эти боеприпасы на американских складах компенсируются за счет поставки Южной Кореи Соединенным Штатам. То есть фактически поставки оружия происходят, но при этом такая вот хитрая оптика есть, чтобы не очень сильно взглянуть Москву. Действительно, отвечая на второй ваш вопрос, по позиции Дональда Трампа будет играть здесь ключевое значение, потому что, да, Южной Кореи нет ничего важнее союза Соединенных Штатам, но нужно все-таки еще помнить об общественном мнении. И по подавляющее большинство, то есть по самым новым опросам, две трети южнокорейского населения считают, что нужно продолжать как сейчас. То есть поставки и продолжать нелетальные поставки. Где-то 16% за то, чтобы прекратить всякую помощь Украине, где-то 13% за то, чтобы наконец начать поставки боеприпасов и летального оружия. Да, действительно, Сеул, как вы сказали, нелетальной помощью предпочитает помогать Киеву. Но почему? Вот вопрос. Почему такая осторожность? Северная Корея при этом берет, отправляет свои войска до 12 тысяч солдат. Да, они уже вступали в боевые действия в Курской области. Об этом есть сообщения разных разведок. Но при этом Сеул продолжает, вот и снова-таки даже жители Южной Кореи продолжают говорить, судя по вопросам, которые вы озвучили, о том, что нужно продолжать только нелетальную помощь предоставлять. Это потому, что Кремль постоянно угрожает всем союзникам Украины чем-то? Или откуда такие опасения? Ну, в первую очередь, да, конечно, именно из-за угроз Кремля, из-за опасений Южной Кореи, что Кремль может потом передать какие-то технологии боевого назначения к Хиньяну, а в случае военного конфликта на Корейском полуострове эти боенные технологии будут использованы против Южной Кореи. То есть, собственно, первое, что волнует Сеул в северокорейско-российском сотрудничестве, это в том, что оно может привести к тому, что Северная Корея заполучит российские военные технологии, чего Сеул всячески пытается избежать, и, собственно, чего Сеул пытался избежать еще с установлением депотношений с Москвой в 90-м году. Офис президента Юнсу Гьёля заявил, что Сеул рассмотрит возможные сценарии военного сотрудничества России и Северной Кореи после развертывания войск в РФ и примет контрмеры. Поскольку прямое участие Хиньяна в конфликте представляет угрозу безопасности Южной Кореи, вот какие это могут быть контрмеры и какую именно угрозу несет в себе сотрудничество Хиньяна и Москвы для Южной Кореи? Ну, собственно, на этот вопрос я уже только что ответил. То есть Сеул в первую очередь волнует то, что Хиньян может получить российские военные технологии. Посленно, конечно, еще опасается того, что какое-то количество северокорейских солдат получат боевой опыт на фронте. Хотя про это Южная Корея пишут гораздо меньше. Но, как вы видите, то, что сказал южнокорейский президент, можно интерпретировать абсолютно по-разному. Мы примем меры, но не скажем, какие может означать вообще, что не примем мы никаких мер. То есть означает, что, в принципе, решения нет в Сеуле по этому вопросу. Ну вот передача технологий, возможно, и по договору, который подписали и ратифицировали. И, кстати, на днях КНДР это тоже сделало договор между Хиньяном и Москвой о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Вот там тоже согласно тексту, что они обязуются немедленно предоставлять военную и иную помощь. Вот по этому договору могут быть переданы технологии? И в целом зачем двум странам этот договор? Ну, в принципе, они могут быть переданы и просто так. А договор им, в первую очередь, нужен для того, чтобы оптика была такая. Потому что это фактически восстановление Советско-Северокорейского союза 1961 года. И, в принципе, заключение формального договора посылает очень сильный сигнал всем странам, включая Южную Корею. «Смотрите, у нас есть отношения совершенно другого уровня, бойтесь нас». Понятно, что, естественно, поскольку там у власти совершенно конкретные люди, Ким с Путиным, то договоры они в любой момент могут и нарушить. И, собственно, они его уже нарушили. Потому что понятно, что Северная Корея не будет помогать Кремлю всеми возможными методами, как это написано в договоре. Но, тем не менее, помогает сейчас, в том числе оружием, не только солдатами. И вот вопрос, как у Северной Кореи при всем обилии разных санкций, мировых и новых в том числе ограничений, удается и разрабатывать, и производить это оружие снова-таки в таких масштабах, что они еще и могут поделиться? Смотрите, это, на самом деле, два разных и довольно интересных вопроса, как ему удается разрабатывать и как ему удается производить. Отвечу сначала на второй, производить ему удается, потому что у них плановая экономика, а в плановой экономике все работает плохо, за исключением каких-то небольших сфер, типа производства оружия, которые выбраны вождем, и там все работает очень быстро и очень хорошо. Собственно, Северная Корея всегда стала приоритетом военно-промышленный комплекс, поэтому как раз это вот единственная часть экономики, которая очень больно работает. Что же до технологий, то северокорейские дипломаты и вообще все люди, работающие на внешнюю политику, у них очень ушлые, очень хитрые люди, которые в условиях абсолютного минимума ресурсов умеют воровать эти технологии иногда сложнейшими схемами, то есть там уши северокорейцев иногда торчали в Макао, в Ливане, в Канаде, в каких-то абсолютно немыслимых местах, и потом эти технологии передавать своей власти, и там их использовали, то есть, насколько я знаю, первые ракетные технологии у них были чисто сворованные и чуть ли не с Ближнего Востока. Здесь тоже, наверное, эффект плановой экономики, что все плохо, но вот есть небольшой карман эффективности, куда сливаются все ресурсы, и тогда там что-то получается. Ну вот по поводу обмена с Россией технологиями, действительно это происходит, да, вооружениями, технологиями, но если это случается, то получается у них же одинаковое оружие, что у России, что у Северной Кореи, ну плюс-минус. В принципе, да, они же оба, обе корейской народной армии, вооруженные силы России, они родом из советской армии, поэтому у них совместимый калибр, потому что корейская народная армия, в принципе, делала советская оккупационная администрация, естественно, она делала по своим лекалам, то есть, ну, даже на форум посмотрите, это же абсолютно погоны и все прочее, советская армия, у них даже там старшинский молоток остался со старшин. Ну, войска Северной Кореи начали участвовать в боевых действиях в Курской области, да, то, о чем мы говорили об этом, и Южная Корея разведка, в частности, сообщает, и вот в последних сводках, да, отмечают, что эффективность и успех солдат КНДР на поле боя зависит от интеграции в российскую армию, но раньше многие эксперты говорили, что с этим дела обстоят плохо очень, и Россия и Северная Корея ни разу не проводили совместных военных учений, и существует фактически непреодолимый языковой барьер. Абхиньян понимает, что вот отправляя своих военных, ну, фактически на убой, то есть на мясные штурмы, так называемые, или там это никого не волнует? Ну, в принципе, я не думаю, что там кого-то волнует, но Северная Корея – это страна, в которой на государственном телевидении показывают репортажи о героической девочке, которая погибла, защищая портреты вождя. Понимаете, не самого вождя, а ее портреты. Это абсолютно тоталитарное государство, которое там сто очков вперед даст и Путину, и Си, и всем известным нам диктатурам. Об этом и рассуждать нечего. Что же до слаженности языкового барьера, да, все это есть. Действительно, в российской армии не так много людей, знающих корейский, тем более северный корейский. Военный лексик там отличается. Плюс еще есть такой важный фактор, что у Северной Кореи в своей армии, у них очень кривая командная цепь. То есть у них есть институт политруков, который был в Советском Союзе до 1942 года, когда приказ отдают не просто командир, а он должен еще быть заверен политруком или комиссаром. В некоторых случаях еще и там, ну, иногда там до пяти приказов нужно отдать, чтобы что-то произошло. И, естественно, им это придется менять, потому что это все рассчитано на предотвращение переворотов внутри страны. В условиях боевых действий это приводит к совершенно крайней эффективности любого формирования. Гость секретарь США Энтони Блинкин на днях в Брюсселе пообещал, что НАТО даст твердый ответ на вот это привлечение России из северокорейских войск к войне против Украины. Ну и Джо Байден 16 числа в Перу намерен обсудить этот вопрос и с лидером Китая. Как думаете, каким может быть этот ответ? Возможен ли он в принципе? Потому что мы слышим много заявлений, но пока действий никаких. И на какую в целом реакцию США и НАТО рассчитывают в Сеуле? Ну, на первый вопрос я думаю, что там что-то будет довольно вялое, с учетом того, что Байденовская администрация, собственно, прекращает свое существование в январе следующего года. То есть, возможно, они попросят китайцев надавить на Москву, чтобы они это прекратили. Но я не уверен, я практически уверен даже в том, что китайцы этого делать не будут, потому что пока, по-видимому, Пекин считает, что все хорошо. Ну, Сеул, естественно, рассчитывает на... Хотел бы больше всего, чтобы ему США сказала, ну, дорогие южнокорейские союзники, делайте, что хотите. Потому что президент Юна сейчас очень низкий рейтинг, он недавно упал меньше 20%. Ее внутренних политических проблем хватает. И еще давления из Белого дома ему не хватало. Вот как бы с местной точки зрения она так будет. То есть, может, из-за рейтингов он пойти ждать разрешений и пойти вот на такие прямые передачи оружия, на такие более жесткие решения, правильно я понимаю? Я, к сожалению, думаю, что прямо противоположно. Потому что те, кто поддерживает передачу оружия, это как раз те самые там 10 небольших процентов, которые его до сих пор поддерживают. Это его ядерный электорат. А как раз колеблющийся электорат, он будет выступать либо умеренно против, либо резко против этого. То есть, как раз его низкий рейтинг снижает вероятность активной помощи Украине. Федор, спасибо вам большое за то, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру и за этот разговор. Федор Тертицкий, Кореевед, электор университета Корео, Сеул, был с нами на связи. Спасибо. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.